Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Спасибо тем, кто подписывается, оставляет свои комментарии, ставит лайки. Диана выбралась с мужем на прогулку. Она, когда надевает этот шарф, так смешно в него укутывается и становится похожей на бабуську в трауре. Озвучила она своим зрителям ценнейшую информацию. Если вдруг кому-то понадобились живые елки и люди не знают, где их купить и за какую цену, Диана все сделала за вас. Промониторила эту информацию и с удовольствием делится. Все бегом к сити-молу. Ходит она по магазинам в поисках подарков, так как времени остается не очень много и она не хочет оставлять это на последний момент. Присмотрела Диана на подарок родителям кофейную пару, чашки с блюдцами, новогодней тематики. Ира говорит, любит такие штучки и Диана уверена, они маме наверняка понравятся. Такой подарок и в самом деле будет уместный, так как они очень любят пить кофе. Несколько раз в день точно. Не знаю, есть ли время у Гены на это, но у Иры теперь все дни свободны. Поэтому она запросто может себе позволить спокойно сварить любимый напиток, расположиться на своей кухне, выбрать любую чашку, какая ей приглянется и отведать этого вкуснейшего бодрящего напитка. Подошла Диана к алкогольной продукции. Спрашивает мнение зрителей. Что вы можете сказать по поводу стоящих там бутылок? Цена разная. От 400 до 3000 гривен. Вряд ли, конечно, Диана рискнет покупать такой напиток дорогой за такую цену. Как это Диана любительница горячительных напитков и не в теме? Вот Ира, если любит кофе, она уже перепробовала много разного. И точно знает, этот вкусный, этот невкусный. Диана тоже неплохо разбирается в этих напитках, но привыкла к более дешевым. Почитать отзывы в интернете, как обычно, ей не судьба. А может быть, таким образом она хочет пообщаться со своей аудиторией на заинтересовавшую ее тему. Так как она не успела поужинать дома, Диана решила перекусить в эпицентре. Но она найдет любой предлог, чтобы похомячить. Зачастую она ест такую неаппетитную пищу, что я волей-неволей задаюсь вопросом, почему она не распределит время таким образом, чтобы успеть поесть дома. В этом ролике она заказала себе фаршированный перец. Подливки нет. Лежит на тарелке замученный малюсенький перчик, будто его уже кто-то пожамкал. Ей самой чаще всего эта пища не нравится. Вот даже сейчас она заказала и говорит, ой, не очень я люблю здесь употреблять то, что готовят. Невкусно это делают, но деваться некуда. Не успела поесть дома. Вот зачем бы я ела там, где заведомо известно, что мне не понравится. Сколько времени она не ела, чтобы соглашаться на невкусное блюдо. Когда человек голодный, думает, была не была. Вкусно, невкусно. Лишь бы только чем-нибудь набить свое брюхо. Я очень сильно сомневаюсь, что она не ела длительное время. Ладно, едем дальше. Зато в какой чудесной компании она находится. Я сейчас не про мужа, который ее сопровождает. Напротив нее на стульчике сидит интересный кадр. Пряничный человечек. Давно она хотела себе купить такого, но их раскупали. Зато в этот раз она успела его себе урвать. Я когда увидела на превьюшке этого человечка, я подумала, что она купила его племяннику, так как он пробивается по этой теме. Он постоянно просит ее купить именно такого пряника. И говорит, о, хочу большого. Вот прям максимально большой, какой только может быть. Диана в этом году ему покупала. Но оказалось, что этого челдобончика она купила для себя. Говорит, хочу посадить его на диванчике. И будет он там неплохо смотреться. Прикольная мягкая игрушка. А разве она вписывается в ее интерьер? Диана же все подбирает по цвету, по фактуре. Но самое главное для нее сейчас, что он такой миленький, уютный. И она уверена, он найдет себе достойное место на этом диване. Племяннику в подарок она купила клыкастую акулу. То Хаги-Ваги она ему дарила. Страшнючая игрушка, тоже с клыками. А ведь это все навязывается. Снимаются мультики, дети смотрят. Им нравятся данные персонажи. Естественно, они впоследствии хотят получить и такую же игрушку. Кстати, насчет этой акулы Диана сказала, он захотел. Поэтому я выполняю его просьбу. Когда в прокат вышел фильм про чебурашку, у нас все магазины, все базары были завалены этой игрушкой. Большие, средние, маленькие, разных цветов чебурашки. Не знаю к чему, даже радужный был. Эти игрушки раскупались на ура. Вот так легко можно влиять на детский неокрепший ум с помощью мультиков или фильмов. Сейчас явно неспроста снимаются вот эти мультики про зомби, губка-боб, Хаги-Ваги. А ведь мультфильмы, они ведь должны нести светлое, доброе, а не вот эту чертовщину. Также Диана похвасталась, что она себе купила голубой шарф. Когда она одевает нормальную одежду, не черную какую-то или коричневую, а что-нибудь светленькое, вот типа ее зеленого свитера с белыми сердечками, она совсем по-другому выглядит. Но ведь она же не воспринимает себя как опустившегося мужика, но одевается почему-то именно как такой мужик. Темная одежда, на несколько размеров больше, будто с чужого плеча, еще и с этим черным шарфиком на голове, как вдова. Этот голубой намного лучше, соответствует ее возрасту и реально освежает. Делится Диана впечатлениями от покупки шарфа, также рассказывает, что у них получилось за один вечер купить всем подарки. Она сама даже этого не ожидала. Правда, вышли они за рамки оговоренного заранее бюджета. Наверное, поэтому пол помидора ходит злой, как сто чертей вместе. Прицепился к ней из-за того, что она сейчас снимает себя и лялякает. Так это ее работа. Если она не будет лялякать, то как она будет жить? Муж ее обеспечивать не хочет. Теперь у них бюджет поделен ровно 50-50. Но неужели так трудно проявить терпение и подождать, пока она запишет кусочек видео для своего влога? Надо же понимать, что это его работа. Ведь она старается ему такие условия сделать, чтобы он свою работу тоже мог в доме выполнять спокойно. Вернулись они домой. Диана решила показать, что конкретно они кому купили. Сказала, что у них в семье все честные. Три ха-ха. Смело могу уверить, что не все честняги. В общем, видео смотреть клятвенно пообещали, что не будут. Не подглядят они, какие подарки для них приготовлены. Вначале она показала подарок для Жени. Уходовая косметика в основном по уходу за бородой. Кто бы севки такую преподнес, а то ходит как леший. Хотя почему как? Для сестры Диана купила, как она сказала, диффузор. Леша ее поправил, сказав, что ударение на второй слог. Диана говорит, да я тоже так думаю. Но продавец говорила диффузор. Чтобы разрешить сомнения, я заглянула в интернет и в одной статье объясняла, что в профессиональной речи допустим вариант диффузор, а в общеупотребительной диффузор. Так что все нормально. И так, и так. Также в подарок Карине попадет бальзам для губ с эффектом зацелованных губ. Оригинально. А без бальзама с помощью мужа обойтись нельзя было. Вот чего только не придумают для того, чтобы продать товар. Ну и также крем для рук этой же фирмы. Косметика это ладно. Но когда Диана показала следующий подарок, я обалдела. Огромнейшая метровая коробка со сладостями. Это выглядело впечатляюще. Диана сказала, что такого подарка в их семье еще никто никому не дарил. Я думаю, он таки произведет вау-эффект. Я когда увидела на коробке 2ХЛ, вспомнила, у Светы леггинсы были 7ХЛ. Если часто покупать сладости в таких коробках и съедать, то очень скоро леггинсы 7ХЛ будут малы. Но коробка впечатляющая. Я надеюсь, что и содержимое будет вкусным. Теперь, что касается подарков для родителей. Как она и сказала еще будучи в магазине, что она купит кофейную пару в коробке. Мне нравится этот подарок. Я сама получала такую пару в коробке. Только крышка была прозрачная. И упаковка желтая. Коробка сама желтая была. И чашки были украшены стразинками. Также Диана купила бутылку шампанского. А что не водку? В принципе, и мама, и папа предпочитают напитки покрепше. Не стали они дожидаться комментариев зрителей. И сами определились с выбором. Решили купить шампанское средней ценовой категории. Не совсем дешевое за 300 гривен. Ну и не совсем дорогое за 3000 гривен. Бутылка им обошлась в 800 гривен. Также они взяли конусную коробку конфет. Помимо общих подарков на семью, они еще решили взять подарки лично каждому. Ну, из родителей имеется в виду. Папе взяли шампунь. А мама хотела попробовать японскую маску для лица. В начале они хотели взять не ту, что купили, но та оказалась очень дорогой. Неправильно посмотрели ценник. И за 4000 гривен брать маску они не стали. Решили взять тоже от Шизейда, но другую с омолаживающим эффектом. Ира и Диана так часто используют такую косметику. Но, признаться честно, результата я не вижу. Однако, можно предположить, что если бы они не использовали эту косметику, то выглядели бы еще старше. Кошка с подозрением отнеслась к подселенцу. Как-то боязливо она поглядывала на пряничного человечка. Ее явно смущали его размер и запахи. И вообще она не понимает, зачем его приперли. Все было прекрасно и без него. Очень скоро она к нему привыкнет и они подружатся. Диана сегодня либо одевалась в темноте, либо боялась, что ее сглазят. Свитер, шиворот на выворот нацепила и даже этого не заметила. Муж, я так понимаю, на жену тоже не смотрел. Иначе увидел бы и подсказал бы, что она неправильно оделась. Вот и все их подарки. На мой взгляд, подарки отличные. Очень много всякого разного. Постаралась она учесть вкусы и интересы всех членов семьи. И явно хочет всем угодить. И я думаю, что ей это удалось. А любимой и единственной бабусе никакого подарка не приготовили. Опять рыдальница будет всю ночь сопли по лицу размазывать, что она никому не нужна и как обосранная. Самвел же собирался к Ире в гости. Может быть до Нового года, может быть после они заедут к ней с маменькой навестить доченьку. Эти живущие в разных городах семьи друг друга как одно целое не воспринимают. В Запорожье своя песочница, у Самвела с мамой своя лужа с нечистотами. Тут уж, как говорится, гусь-свиньи не товарищ. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok